В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новостей по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! В центре инновации социальной сферы им презентовали бизнес-сообществу Ленинградской области. Мероприятие проходило в торгово-промышленной палате. На стратегической сессии, посвященной вопросам социального предпринимательства, участникам рассказали о новом учреждении поддержки. Региональный центр был открыт в конце мая в Выборге. Это филиал областного центра поддержки предпринимательства. Он ориентирован на всех предпринимателей Ленинградской области. Соответственно, все люди, которых мы называем социальными предпринимателями, такой новый термин интересный, он сейчас в ходу, они могут обратиться. В первую очередь это консультации, то есть чтобы человек мог ориентироваться, где он может пройти обучение для того, чтобы лучше ориентироваться в сфере бизнеса, где он может получить государственную поддержку, субсидии, какие-то займы, может быть, беспроцентные. Мы также знакомим людей с деятельностью некоммерческих фондов, в частности с фондом «Наше будущее». Кто же такие социальные предприниматели? Это люди, чей бизнес нацелен на решение проблем образования, экологии и здравоохранения, поддержку социально незащищенных граждан. В регионе, в том числе в Выборгском районе, открывают ремесленные производства, трудоустраивают инвалидов, создают частные детские сады и детские центры. Все дети от самого рождения, они всегда хотят что-то знать, они всегда хотят, что увидели, им интересно, любопытно, они хотят взять это, изучить, потрогать, пощупать, попробовать на вкус. Но многие взрослые, к сожалению, это воспринимают как вандализм, как то, что они хотят что-то разрушить, и за счет этого они убивают вообще у детей, в принципе, любых знаний. Мы в своем центре стараемся это все исправить, и чтобы ребенок именно полюбил учиться, полюбил впитывать в себя знания. У нас все дети уходят с результатом, все дети, слава богу, после наших курсов начинают любить читать. Ну вот это для меня победа. В Центре инновации социальной сферы действующим предпринимателям и тем, кто начинает свой бизнес, окажут информационную и юридическую поддержку. Учреждение находится по адресу улицы Димитрова, 4, в одном здании с филиалом МФЦ для бизнеса и работает по будням. Всю информацию о мерах поддержки, программах обучения, семинарах можно найти на сайте Центра поддержки предпринимательства Ленинградской области. Ленинградская область Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте 813.ру Подведены итоги первой смены детского летнего отдыха в Ленинградской области. За это время организованно отдохнули около 48 тысяч юных жителей региона, в том числе в муниципальных лагерях Выборгского района примерно 4800 детей. Сегодня в ряде учреждений побывали с проверкой члены Межведомственной координационной комиссии при областном правительстве по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. Подробнее в следующем сюжете. Межведомственная комиссия проверяет летние лагеря в районах Ленинградской области один раз в три года. Вместе с сотрудниками различных комитетов правительства региона в них выезжают представители МВД, МЧС, Роспотребнадзора, муниципальной власти, уполномоченного по правам ребенка. В Выборгском районе этим летом открыты 44 лагеря с дневным пребыванием разной профильной направленности на базе школ и учреждений дополнительного образования. Они будут работать в три смены, поскольку очень востребованы. В них отдохнут более 2800 детей, причем некоторые за счет бюджетных средств. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, согласно 124 федерального закона, дети из многодетных семей, дети из неполных семей, родители которых, либо один из родителей, погибли при выполнении обязанностей в качестве военнослужащих, лиц органов внутренних дел, противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками и органов уголовно-исполнительной системы. Дети из семей, в которых родители, либо родители инвалид, дети безработных граждан и дети, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В четыре смены будут работать четыре муниципальных загородных лагеря. В них интересной использой проведут лето около 2000 воспитанников. Кстати, в этом году не повышать стоимость путевок удалось благодаря субсидиям из областного бюджета. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, бесплатно отдыхают как в районных учреждениях, так и в областных, а 15 человек даже отправились поправлять здоровье в Крым. Подростки и представители молодежи, желающие заработать, вступают в трудовые бригады. Летом на благоустройстве поселений Выборгского района заняты более 1000 человек. Запланированное финансирование из бюджетов городских и сельских поселений составляет более 9 миллионов. На организацию временных рабочих мест для подростков из областного бюджета выделено средство в сумме 1 миллион 171 тысяча 688 рублей, что позволит оказать материальную поддержку несовершеннолетним. Кроме того, для детей и подростков летом проводятся различные культурно-массовые мероприятия и акции. Одна из них – выходи во двор играть. По итогам сегодняшней проверки, Межведомственная координационная комиссия при областном правительстве даст рекомендации главе администрации Выборгского района относительно того, как сделать отдых и занятость несовершеннолетних еще более комфортными и безопасными. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Приоритетными направлениями воспитательной работы в загородных оздоровительных лагерях стали темы «Год добровольца в России», «Год туризма в Ленинградской области» и «Десятилетие детства». В каждом из учреждений Выборгского района подготовили интересные и насыщенные программы для детей и подростков. В лагере «Волна» на днях провели конкурсы юных журналистов и шахматистов. Тему продолжат наши корреспонденты. Выборгские школьники пробуют себя в журналистике. В четвертый раз конкурс юных журналистов, который проходит при поддержке газеты «Выборг», собрал воспитанников детских оздоровительных лагерей. В этом году на базе лагеря «Волна» в Подборовье. Участники готовили информационные посты для сайтов и групп в социальных сетях и традиционные заметки для печатной версии газеты. Цель, конечно, показать, что в интернете мы можем проводить время с пользой, мы можем рассказывать о каких-то событиях своей жизни, о жизни в лагере, поделиться с другими ребятами тем, что происходит в каждом лагере и, возможно, привлечь новых детей в лагеря. В некоторых из лагерей у нас уже есть такая практика. То есть, во-первых, есть кружок журналистики, а во-вторых, некоторые уже пишут сейчас посты ВКонтакте, в группе, лагеря. То есть ребята сами освещают какие-то события и уже вожатые, либо руководители кружков редактируют и размещают каждый день в сети. Чем отличается пост в соцсетях и печатный текст? Как во время интервью разговорить собеседника? Журналисты газеты «Выборг» поделились с юными коллегами некоторыми секретами мастерства. Мы проводим сегодня мастер-класс для ребят, рассказываем о том, насколько интересна профессия журналиста и, быть может, кто-то из них выберет ее в своем будущем, может быть, кто-то будет заниматься ею. Жюри оценила высокий уровень конкурсантов и присудила команде лагеря «Спутник» приз за следование традициям и канонам журналистики. Команде «Волны» за лаконичность и умение выделить главное. Команде «Зеленый остров» за творческий подход и интересные заголовки. Участников из лагеря имени Гагарина отметили за содержательность, информативность и трудолюбие. Журналистика для меня – это не только написание обычного скучного текста. Это, в первую очередь, для меня общение. Я благодаря журналистике могу узнать новых людей, познакомиться, завести полезное знакомство и впоследствии продолжать общение с теми людьми, у которых я брал интервью. Ежегодно одновременно с конкурсом «Юный журналист» в лагерях проводят турнир по шахматам. Традицию сохранили и в этом сезоне. В дружеской встрече победу одержал Никита Самохвалов в лагере «Волна». Вероника Когут, Валерий Пресежнюк, Медиагруппа «Наш город». В Монрепо в районе Паульштайна начались археологические раскопки. Работы по очистке и восстановлению берегов пруда завершены. Водоем не заполнился естественным способом из-за сухой погоды. Было принято решение наполнить пруд искусственным образом, накачав из залива. Выборгская археологическая экспедиция проведет исследование на месте расположения сарая у пристани. Специалистам предстоит установить границы и понять степень сохранности фундамента. На плане Монрепо 1804 года сарай был обозначен немецким словом «магазин» в переводе «хранилище». Предполагается, что постройка служила для хранения лодочного инвентаря. Решение о том, будет ли выявленный объект законсервирован и музеифицирован, пока не принято. Вафли с необычной начинкой попались сотрудникам Выборгского следственного изолятора. На имя одного из осужденных поступила посылка из Москвы. При досмотре сотрудникам СИЗО номер 3 показалась подозрительной упаковка вафель. Ее вскрыли и обнаружили, что в кондитерских изделиях спрятаны две сим-карты. По данному факту проводится проверка. Выставку, посвященную истории городского управления, открыли в библиотеке Альвара Алта. В витринном пространстве на абонементе представлена богатейшая книжная коллекция, рассказывающая об истории города. Самое старое издание датировано концом XIX века. Написал его первый исследователь Выборга Габриэль Лагус. Щедро иллюстрированные книги и альбомы гости выставки имели возможность подержать в руках. Многие представленные материалы прежде нигде не выставлялись. Экспозицию к 615-летию дарования Выборгу городских привилегий подготовила историк-краевед-переводчик Эльга Абакшина. Здесь собрана информация об указах, выборгских бургомистрах и членах магистрата. Переведена на русский язык грамота 1403 года короля Эрика Померанского. Документ даровал Выборгу городские права. Об основных привилегиях для горожан рассказала автор выставки. Освобождение горожан от работочных поведностей. Второе. Право иметь свободный рынок и собирать с них пошлину в свою пользу. Третье. Монопольное право торговли всеми товарами. Право беспошлиной торговли в других городах или по всей стране. Четвертое. Право городского сбора налогов и полного или частичного распоряжения им в замену платы фиксированного взноса в казначейство королевства. И пятое. Судебные привилегии. Право иметь свой суд. Право бюргеров судиться только в городском суде. Также горожане имели право избирать из своей среды чиновника, который контролировал действия королевской власти. На выставке собрано много иллюстративного материала, копий документов и фотографий. Выборгскую историю Эльга Абакшина назвала неиссякаемой для исследователей. В выборе очень много таинственного и неизвестного нам. И, конечно, как Якачев говорил, требует больших исследований серьезных, порядочных ученых. Выставка «История муниципального управления» будет работать до 31 июля. В летнее время библиотека открыта по будням. Выборгский народный театр отмечен дипломами в разных номинациях на 9-м Всероссийском фестивале театральные витражи. Впервые он проходил в Выборге и собрал около 250 участников из разных уголков страны. Детские и взрослые любительские коллективы из Москвы, Тюмени, Новосибирска, Азова и многих других городов представили более 20 спектаклей. Выступления на площадках культурно-досугового центра продолжались в течение недели. Мне бы хотелось пожелать всем режиссерам в будущем новых креативных идей, юным молодым актерам новых замечательных ролей, организаторам фестиваля, чтобы их детище имело долгую и счастливую жизнь. Я очень рад, что мы здесь, что нас приняли, что здесь действительно было в этих стенах нам тепло, уютно. И еще раз большое спасибо всем. Если что-то где-то было не так, мы просим прощения. И надеемся до новых встреч. Директор фестиваля театральные витражи Олег Волынцев вручил благодарственное письмо директору культурно-досугового центра Ольге Даниловой. Выборгский народный театр представил на фестивале две работы в номинациях «Драматический спектакль» и «Малые формы». Постановка «Семейный портрет с посторонним» отмечена дипломом третьей степени и специальным призом за образное оформление спектакля. За исполнение ролей Тимофея и Бабки награждены выборгские артисты Николай Кузьмин и Татьяна Волкова. Дипломом отмечен также спектакль «Говори со мной словно дождь» и «Не мешай слушать». В рамках фестиваля проходил конкурс «Художественное слово». Третье место в своей номинации заняла Полина Ротарь – Выборгский народный театр. Дипломы также получили наши земляки Андрей Шевцов и Гамаль Саидназаров. Ну а Гран-при фестиваля в этом году уехал в Новосибирск. Лучшей работой признан спектакль «Моцарт и Сальери», поставленный Новосибирским театром студии «Маскарад». И в продолжение темы. Фестиваль «Театральные витражи» подарил участникам уникальную возможность взять в руки у мэтров российского театра. Мастер-классы проходили в течение нескольких дней. На них побывала наша съемочная группа. На первый взгляд может показаться, что эти люди ищут выход из зала и никак не могут его найти. На самом деле, это один из эпизодов занятия, которые с воспитанниками театральных коллективов из разных уголков России проводил московский режиссер Рустем Фисак. Мастер-класс по актерскому мастерству включал в себя импровизационные этюды и различные упражнения. Прежде всего, они были направлены на выработку умения партнеров чувствовать друг друга. От этого в немалой степени зависит успех театральной постановки. Тем временем, режиссер из Петербурга, ученик знаменитого Товстоногова Владимир Волков проводил урок для другой группы начинающих актеров. Он показал ребятам, как беззвучно смеяться или рыдать, рассказал о некоторых способах управления зрительным залом и даже сравнил профессии актера и сыщика. Вы просто прощупываете импульсами текст, как сыщик, как следователь, вот так разгадывая, покаживая, и возникает, рождается мысль. Это самое ценное. Когда у зрителей вместе с вами рождается мысль, он смотрит ваш спектакль, и вы его учите думать. Владимира Волкова в качестве наставника и члена жюри приглашает уже на третий фестиваль театральной витражи, ведь он является специалистом по становлению и развитию актерской органичности. В театральных вузах считают, что это врожденная черта человека. Она или есть, или ее нет. Волков не согласен и готов каждого научить в любых жизненных обстоятельствах оставаться самим собой, быть живым, непосредственным. Он даже выпустил специальную книгу. Как раз где упражнения, которые можно в жизни применять, в том числе и журналистам, и юристам, и всем, кому требуется взаимодействие, где требуется воздействие. Живое, органичное, обаятельное воздействие друг на друга и на публику. На основе актерских упражнений сделаны упражнения шире. В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по режиссуре, сценической речи, основам сценографии, сценическому движению. Ухо на подбородок, ноги должны быть абсолютно прямыми. Это занятие провел доцент кафедры сценической пластики ГИТИСа Олег Волынцев. Своей главной задачей он считает развитие творческого начала в ребенке, воспитание его тела и духа. В основном эта задача сделать такой толчок к тому, чтобы у них возник импульс на перспективу занятий, чтобы они потом могли что-то пробовать, дать какие-то принципы, что-то пробовать сами и где-то понимать, для чего им это нужно, чем это может помочь. Как член жюри фестиваля «Театральные витражи» Олег Волынцев считает, что у Выборгского народного театра большое будущее. Возможно, именно этот конкурс даст ему толчок для дальнейшего творческого развития. Они были достойны, но там не все получалось, не все складывалось. Там есть о чем думать и куда дальше развиваться и расти даже на этих постановках. Но это, как правило, везде, потому что нет предела совершенству. И мы здесь всегда именно разбираем с точки зрения того, что могло бы помочь дальше расти и коллективу, и режиссеру. Несмотря на то, что в Выборгске народный театр существует уже не одно десятилетие, в коллективе всегда рады новым актерам. Занятия проходят в городском дворце культуры. Выборгский замок из песка украсил Лапенранту. Скульптуру возвели на берегу озера Сайма. Ее высота составляет 10 метров. На вершине композиции – главная достопримечательность нашего города. В архитектурных элементах песчаного замка прослеживаются также основные туристические объекты региона Сайма и Санкт-Петербурга, темы футбола и авиасообщений между Лапенрантой, Грецией и Италией. Песчаный замок в Лапенранте будет принимать посетителей до 2 сентября. Вход на территорию свободный. Областной закон о выдаче земли под развитие фермерских хозяйств и малого бизнеса будет принят осенью текущего года. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Желающим предложат участки до 10 гектаров в Подпорожском, Ладейно-Польском, Сланцевском и Бокситогорском районах. Претендовать на получение земли смогут в том числе жители Выборгского района, которые хотят заниматься сельским хозяйством или создать малые предприятия. Планируется, что получателям будут выплачивать подъемные в размере до 3 миллионов рублей. Проект программы «Ленинградский гектар» размещен на сайте комитета по АПК. Официальный курс валют на 13 июля, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 72 рубля 68 копеек, доллар 62 рубля 21 копейка. Вуборжанка покоряет Эльбрус. Руководитель клуба молодой семьи «Ясень» районного дома молодежи Любовь Гельманшина совершает подъем на самую высокую горную вершину России и Европы. Высота Эльбруса составляет 5 642 метра. Любовь уже поднялась на гору Курумтау высотой 4045 метров и сделала фото с флагами Выборга и районного совета молодежи. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова